добрый день мы находимся в студии передачи digitarg совсем недавно в продаже поступил новый телефон samsung note 10 и все плюсы и минусы этого телефона мы обсудим со степаном красненко добрый день я слышала что у этого телефона какая то есть суперспособность делиться зарядом делиться батарейкой это правда телефон оснащен обратной зарядкой то есть можно подзаряжать разные смарт-вещи часы и наушники и то есть это очень хорошо получается тогда когда выйдете за границу не надо собой дополнительные кабели вести просто положили телефон на него наушники или часы и они заряжаются насколько мощная батарея в принципе как часто нужно заряжать телефон насколько процессор поменялся на данном телефоне он на 18 процентов сделал его более энергосбережающим теперь его нужно заряжать реже также на нем на но 10 плюс 4300 миллиампер часа что достаточно большое количество аккумулятора новый аккумулятор а что еще нового в связи с зарядкой в комплекте сразу идет зарядка на 25 ватт и которая позволяет зарядить телефон за полчаса на 50 процентов что круто также можно отдельно купить зарядку на 45 ватт который ускорит зарядку и для тех кто у кого более быстрый образ жизни наверно будет пользу но современные телефоны делают настолько профессиональные фото и видео что продолжительность заряда батареи становится не только самым главным вопросом еще очень актуальный вопрос сколько материала можно записать на одну карту памяти в телефоне да сам телефон на 256 гигабайт что достаточно большая память но 10 плюс можно добавить карточку до 1 терабайта что принципе очень много для обработки и видео и картины хватит и поговорим про картинку какие новшества в плане съемки фото и видео появились в этом телефоне видео появилось новое новшество depth vision то есть он теперь определяет глубину картинки и можно прям снимая видео добавлять туда какие-то дополнительные элементы что делает видеосъемку более интересной в камере добавлено также стабилизация то есть с дополнительным приближением в два раза можно снимать очень хорошее видео то есть и обычный зум и зум два раза то есть он без без срязки снимается а что насчет аудиосистемы насчет аудиосистемы в плане тоже видео добавить то есть не то что добавили у него три микрофона три микрофона что дело запись звука очень качественной то есть он лишние помехи убирает с видео а что такое электронное перо и для кого она пригодится с пена это наверное самая главная часть этого телефона не считая всех остальных она обязательно пригодится тем кто любит писать вручную то есть есть функция конвертирования прописью в текст обычный компьютерный текст у телефона также на его большая особенность это сама ручка sp называется у него очень много дополнительной функциональности что делает работу с телефоном гораздо более приятный начинает видео то есть можно монтировать видео и добавлять малейшие детали само видео также можно писать прописью и он автоматически конвертирует ее в электронный текст то есть можно потом скопировать куда-то отправить очень удобно что еще добавилось в сп на это движение то есть он понимает какие-то определенные движения и или меняет музыку или на меняет настройки в камеры делать фотографии особенность есть можно переключать слайды если вы подключили его к проектору подключили у компьютера вы можете издалека переключать слайды делать презентацию что удобно для для бизнес-клиентов наверное потому что этот телефон направлен больше на бизнес-клиентов а какая оперативная память у этого телефона ноут простого то есть ноут десятого 8 гигабайт памяти оперативные ноут десятого плюса 12 гигабайт памяти то есть 8 гигабайт уже достаточно для обычных игр и для обработки видео 12 гигабайт жизни гораздо проще как раз именно про это и был мой следующий вопрос 10 и 10 плюс стоит ли платить больше в перспективе я думаю да то есть на самом деле все зависит от того какой размером нужен телефон на 6 и 3 или 6 и 8 дюймов по экрану на самом деле просто 12 гигабайт оперативки они не так быстро состарится к допустим 8 все обновляется становится гораздо сложнее и поэтому дольше прослужит я думаю и конечно мы не можем не поговорить про внешний вид изменился ли дизайн или появились какие-то новые интересные цвета телефона у телефона ноут десятого плюс появился интересный цвет то есть он похож на хамелеона переливается под разными углами разными цветами что касается передней части у него камера теперь спрятана очень хорошо то есть маленькая точка сверху экрана и очень элегантно выглядит большое спасибо за столь интересный обзор телефона степан ну а мы встретимся с вами в новых передачах дигитарк